Отлично, коллеги, мы с небольшим запасом идем, предоставляем слово Глебу Алексеевичу Мореву, он здесь, я вижу вас, да, отлично. Добрый день, слышно меня? Да, продолжим разговор про Бродского. Да, спасибо большое за приглашение. Год назад я рассказывал здесь о самолетном деле Бродского, все это фрагменты его литературной биографии советского периода, над которым я работаю, а сегодня я расскажу про эпизод, который является логическим следствием этого самолетного дела. О тексте, который этот эпизод знаменует, это суд, соответственно, ссылка и знаменитая запись суда, иногда называемая стенограммой суда, которую сделала Фрид Абрамовна Вигдорова. Значит, по условиям времени я буду сокращать, но надеюсь, что основные тезисы успею проговорить. Значит, как при обращении к этому эпизоду биографии Бродского, который, казалось бы, прекрасно вдоль поперек известен, в общем, как и в истории с самолетным делом выяснилось, что, по большому счету, известно, Япония – это мало что. И, значит, в центре моих разысканий был, собственно, история самого текста Вигдорова, история его передачи на Запад, его рецепция на Западе и, собственно, поэтика этого текста и реакция на него как следствие этой поэтики. Итак, в марте 64-го года в Столыфинском вагоне из Ленинграда в Архангельскую область был этапирован молодой стихотворец, чье вопиющее несправедливое осуждение потрясло литературное сообщество. В сентябре 65-го года из ссылки в Архангельскую область и в Москву досрочно вернулся всемирно известный поэт. Как самолетная история 61-го года сформировала социальную судьбу Иосифа Бродского в СССР, так явившаяся одним из следствий этой самой истории, ссылка в Наринское стала определяющим моментом его литературной биографии. Уже в осенью 64-го года это понимала Ахматова, писавшая Бродскому ссылку 20 октября. «Вы должны знать о всем, что случилось и не случилось. Случилось. И вот уже слава высокий порог, но голос лукавый предостерег и т.д. Не случилось. Светает этот страшный суд и т.д. Обещайте мне одно – быть совершенно здоровым. А перед вами здоровым могут быть золотые пути, радость и то божественное слияние с природой, которое так пленяет всех, кто читает ваши стихи». Конец цитат. С помощью автоцитаты из поэмы «Путем всея земли» и стихотворения из дневника «Путешествие» Ахматова вводит в письмо центральную для нее автобиографическую тему ранней поэтической славы, сравняя золотых путях, открывшихся перед адресатом, и неразрывно ей сопутствующей личной драмы. При этом в проекции на судьбу Бродского живая подлинная слава поэта – в дневнике «Путешествие» Ахматовой речь идет о мертвой славе, противопоставляемой живому чувству – это подлинная слава поэта преодолевает, согласно Ахматовой, частную любовную трагедию. Переданная в глухую северную деревню ссыльному Бродскому письму Ахматовой описывала ситуацию со свойственной ей исключительной чуткостью к социальным аспектам биографического текста. К октябрю 1964 года ставшая мировой слава Бродского действительно была совершившимся фактом. Ключевую роль в ее формировании сыграла публикация на Западе материалов о процессе над ним, подготовленных присутствовавшей в зале суда Фриды Вигдоровой. Дальше я сокращаю смысл о статусе Вигдоровой к 1964 году. Надо понимать, что Вигдорова была глубоко институциализирована советским человеком. Она была многолетней сотрудницей ведущих советских изданий «Комсомольской правды», «Известия», «Литературные газеты» с корочкой от них, которая открывала ей многие двери. Она была депутатом одного из московских районных советов. И вот действительно в этом качестве многолетней журналистской деятельности впервые она столкнулась с тем, что тот механизм эффективного заступничества, который все эти годы она использовала в качестве автора, он впервые в ее журналистской биографии дал сбой. Ей была, как это следует из ее писем Бродскому, в ссылку ясна, в какой-то момент стала ясна решающая роль органов КГБ, госбезопасности в этом деле. И, несмотря на это, невозможность добиться для Бродского «хорошего конца», в кавычках, оправдания, освобождения, глубоко ее фрустрировала. Ближайшие друзья Вигдоровы в последние годы ее жизни, Лидия Корнеева-Чуковская, Раиса Давидовна Орлова, единодушные в своих воспоминаниях. Именно дело Бродского велось поворотным моментом в ее идейной эволюции, которую Чуковская позднее характеризует как цитата «линию Фридинова освобождения от казенных лжей». Дальше цитата из Раисы Орловой. Наконец наступил момент, когда казалось, что жить в прежнем мире нельзя. Полностью это обнаружилось именно в деле Бродского. Не потому, что она, Вигдорова, узнала в это время нечто принципиальное, новое о нашей действительности, но от знания до поведения, курсивом, тоже есть еще путь и немалый. Именно окончательно оформившееся в новое знание о природе советского государства понимание Вигдоровой тщетности борьбы с его репрессивной машиной, вопиющим, как ей казалось, случай несправедливо преследуемого молодого поэта, постепенно радикализовало ее поведение как писателя и общественного деятеля. Результатом этой радикализации стала передача подготовленных ее материалов в процессе Бродского за границу. Мы помним, что с 1929 года зарубежная публикация художественных текстов была поводом сначала для организованного властями дела Пыльника и Замятина, и с этого момента любая минующая цензура передачи текстов за границу оказалась в СССР криминализованной. В 64-м году была свежа память о грандиозном скандале, вызванном публикацией семью годами ранее доктора Живага, и решение отправить за границу материала процесса Бродского, первоначально предназначавшейся Вигдоровой для советской печати или властных инстанций, было во многом вынуждено. По свидетельству Татьяны Михайловны Литвиновой, это был переломный момент в ее жизни, потому что она пыталась как можно больше легальными средствами делать. Но тогда, я помню, она совершенно озверела, и мне сказала, что если там то-то и то-то, я это дам на запад. Вот эту запись сверкнув глазами совершенно, и я почувствовала и величие, и ужас этого решения для нее. Некоторые дополнительные подробности содержат рассказ подруги Вигдоровой Кены Ведре. Цитата пространная довольно. Увиделись мы позже, летом 64-го года, в Комарове, в Доме творчества писателей, куда я приехал ее навестить. Говорили о Бродском. «Фрида дала мне прочитать свою запись суда. Потом Фрида пошла меня проводить. По дороге рассказала, что передала свою запись на Запад, и как это произошло. К ней пришла знакомая одного известного московского поэта. Фрида назвала мне его имя, сослалась на него и предложила, если Фрида согласна, передать ее запись до рубеж. Фрида подумала и согласилась, так как посчитала, что к тому времени все способы помочь Бродскому были исчерпаны». Конец цитаты. Эти воспоминания Кены Ведре нуждаются, однако, в уточняющем комментарии. Вернувшись после окончания суда над Бродским в Москву, Вигдарова подготовила так называемую стенограмму – запись двух судебных заседаний – 18 февраля и 13 марта 1964 года. Блюж 16 марта запись суда была послана генеральному прокурору С. Руденко и главному редактору газеты Чуковского. С целью усилить давление на власти и сделать позицию защитников Бродского еще более убедительной, в начале апреля Вигдарова с помощью Натальи Иосифовича Грудинной, Льва Зиновича Копелева и Раисы Давыдовны Орловой составляет информационную справку о деле Иосифа Бродского. В характеристики Лидии Кармичуковской справка представляла собой, цитату, схему событий со всеми приложениями, документами, письмами и основной удар по Лернеру и прочим провокаторам, что они, мол, ввели в заблуждение высшее начальство. Конец цитаты. Справка должна была служить своего рода предисловием к записи суда. Она упоминается в тексте справки как приложение к ней, призванному ввести читателя в курт дела Бродского и суммировать относящиеся к нему факторы нарушения закона. Цитата. Кому бы не передавать фридную запись, свод всех документов необходим. Отмечала, имея в виду под сводом справку, Чуковская. Справка состояла из пяти параграфов. Первое – предыстория дела. Второе – начало дела. Третье – кто и зачем организовал дело Бродского. Четвертое – арест и судебное разбирательство. Пятое – впоследствии суда. Дело не прекращено. Конец цитаты. Структура и стилистика текста справки позволяют сделать однозначный вывод о его прагматике. Адресатом Викторовой была власть. В лице ее различных представителей – от чиновников до общественных деятелей. По мысли Викторовой, собранная ею в справке информация, вместе с выразительной картиной схода судебного процесса, воссоздаваемой в записи, должны были неопровержимо содействовать в пользу осужденного Бродского и побуждать к скорейшему исправлению, допущенному в отношении него бездокония. То есть к пересмотру дела. На Западе оказались и справка, и запись суда над Бродским. Эдиционная история этих документов сложилась, однако, по-разному. Рукопись справки Викторовой, находящаяся в Гуверовском институте в Стэнфорде, позволяет восстановить историю ее передачи за границу. Данная рукопись, предположительно автограф Викторовой, сохранилась в архиве американского словиста Глеба Петровича Стру. Из переписки Струва известно, что этот экземпляр справки вместе с подборкой стихотворений Бродского был отправлен ему дипломатической почтой из Москвы 20 апреля 1964 года сотрудником американского посольства в Москве Полом Секлоча, ранее учившимся у Струва в Калифорнийском университете в Берги. В свою очередь Секлоча, как яствует из его письма Струва 20 апреля, получил справку от Александра Гинзбурга, бывшего редактора самоздацкого поэтического журнала «Синтаксис». Гинзбургу принадлежит рукописная же предписка к основному тексту справки. В сопроводительных письмах Секлоча к Струве не упомянуто, от кого Гинзбург получил справку. Нельзя исключать, что она была напрямую передана ему самим автором. Гинзбург и Викторово были хорошо знакомы 1962 года. В конце 1963-го, начале 1964-го годов Гинзбург увлечен идеей переправки неподцензурных текстов из СССР на Запад. Так, помимо передачи Секлоча материалов с его журнала «Синтаксис» и Стивова Ахматовой, он в декабре 1963-го года безуспешно пытается убедить советскую писательницу Галину Серебрякову разрешить публикацию на Западе ее неизданного в СССР романа «Смерч» о трудовом лагере в 1930-х годах. Столь же вероятно и то, что Гинзбург передал справку Секлоча без ведома автора. Не случайно и в воспоминаниях и Литвиновой, и Ведре о решении Викторовой послать материал по Бродскому за границу речь идет не о справке, а о записи суда. Судя по недатированному, очевидно, мартовскому 1964-го года, письму Викторовой Чуковской, первые мышенописанные копии записи суда были изготовлены с помощью последней ее друзей. Викторово писало Чуковской. Таня Лоскутова вызвалась отнести вам запись из стихи Бродского. Может, вы нынче успеете дать их на машинку? Экземпляр записи в хорошем состоянии. Но пусть Сара Бабенышева его вычитает перед отправкой, могла вкрасться опечатка. Вне всякого сомнения, участие Чуковской в деятельности Викторовой по защите Бродского не сводилось лишь к технической помощи. К тезисам из неопубликованной статьи Чуковской о деле Бродского «Рецидив» в феврале 1964-го года восходит финал справки о теснейшем сотрудничестве Чуковской и Викторовой в борьбе за пересмотр дела святейства и их переписка 1964-1965-го года. В поздних, 1989-го года, за метком к своим воспоминаниям памяти Фриды, Чуковская замечает, что постепенное дистанцирование Викторовой от советского режима «происходило не без моей помощи». Конец цитаты. Очевидно, что общественная позиция Чуковской в отношении государственной власти в СССР была гораздо более бескомпромиссной, нежели позиция, предпочитавшей легальные средства советской журналистки и депутата районного совета Викторовой. Это касается, в частности, интересующие у нас вопросы о зарубежных публикациях. Одновременно с делом Бродского за рубежом негласно готовится выход повести Чуковской Софью Петровной, написанной, как известно, в 1939-1940-м годах, публикация которой в СССР даже в период оттепеля оказалась невозможной. Новости об этом Чуковская передает в чрезвычайной осторожности. Цитата. «Я взяла со столика листок бумаги и написала Анне Андреевне свою новость. Юрий Павлович Анинков дал мне знать из Парижа, что скоро там выйдет Софья. Анна Андреевна прочла, вернула мне записку, потом, глянув на потолок, со вздохом развела руками, и я выбросила листочек в уборку». Конец цитаты. Характерно, что в дневнике, где, несмотря на всю откровенность оценок, тема передачи рукописи на Запад полностью табуирована как потенциально криминальная, Чуковская никак не затрагивает подробности зарубежного издания повести, которая, по нашему предположению, оказалась на Западе, если не по ее инициативе, то с ее молчаливого согласия. Во всяком случае, ее благожелательная информированность о готовящемся издании не позволяет применить к публикации Софьи Петровны стандартную формулу там из дата без ведома и согласия автора. Учитывая эти обстоятельства, можно предположить влияние Чуковской и на радикализацию позиции Вигдоровой, выразившуюся в итоге в разрешении на передачу записи суда за границу. Косвенно говорят об этом в воспоминаниях Ведре. Последствием дочери Кены Ведре, Екатерина Михайловна, подтверждаемой дочерью Вигдоровой Раскиной, известный московский поэт, о котором идет речь в воспоминаниях ее матери о Вигдоровой, это Владимир Корнилов. С начала 60-х годов Корнилов входил в окружение Чуковской и впоследствии стал ее соратником в общественной деятельности. Сам Корнилов в своих воспоминаниях о Чуковской приурочивал начало своей гражданской активности именно к процессу Бродского. Цитата. Наши с Чуковской споры о стихах стали перемежаться далекими от поэзии разговорами. Началось это с дела Иосифа Бродского, которого Чуковская вместе со своей подругой Вигдоровой пыталась огородить сначала отсюда, а потом вытащить из ссылки. Они писали бесконечные прошения во всевозможные инстанции, просили подписывать эти письма известных людей и в конце концов Бродского освободили. Конец цитата. Весьма вероятно, что переданное Вигдоровой от имени Корнилову предложение отправить материалы дела Бродского за рубеж было согласовано с Чуковской или даже инициировано ею. 22 апреля, спустя два дня после отправки переданных Гинсбургом секлочья материалов, осудя над Бродским Глебу Стру, Чуковская пишет в дневнике. Цитата. «Вся история Бродского навела меня на ясную и четкую мысль. Кажется, впервые за всю жизнь. Я поняла, что сейчас нам всем надо делать. И в общем, и в частном плане. Поняла с помощью двух лиц. Приды и Герцена». Представляется, что имена Вигдоровой и Герцена символизируют здесь две стороны гражданской активности по борьбе за восстановление общественной справедливости. Как в деле Бродского, так и в целом в СССР. Где первая оказывается связана с деятельностью внутри страны, а вторая с заложенными Герценом традициями вольной русской печати за рубежом. С приданием за границей гласности документов о беззакониях и преступлениях, совершаемых российским, в данном случае советским государством. 5 мая 1964 года полученная Глебом Струеву через Гинсбурга «Секлочья справка» Вигдоровой была в сопровождении двух ранних стихотворений Бродского «Рыбы зимой» и «Памятник Пушкина» напечатана в парижской газете «Русская мысль» в виде обширного, более чем на полосу материала «Дело окололитературного трубня». Это была самая первая типографская публикация стихотворений Бродского, если не считать эпиграфа к стихам Ахматовой в «Новом мире» и стихов в журнале «Детей костер». И первая обнародована на Западе информация о существовании в СССР молодого поэта, в кавычках, Иосифа Бродского и о суде Надьбом. Справка была подготовлена к печати и передана в русскую мысль Струевой. Информация из приписки Гинсбурга была учтена им в анонимной подписанной редакции вводки к публикации. Запись суда, сделанная Вигдоровой, хотя и упоминалась в справке в качестве приложенной к ней, в материал не вошла. Очевидно, в полученной сиклочью от Гинсбурга порцию документов, отправленной Струевой из Москвы 20-го или 64-го года ее не было. Тем не менее, даже в отсутствии записи, публикация справки с информацией о деле Бродского стала заметным информационным поводом для иммигрантских и западных медиа. Для издания «Русская иммиграция» осуждение Бродского стало спусковым механизмом в процессе публикации его текста, достигавших Запада в составе самоздатских материалов и ранее, с начала 60-х годов, но не заинтересовавших тогда издателей. Так, Роман Гринберг, выступая в 65-м году от имени редакции Нью-Йоркского альманаха «Воздушные пути», прямо связывал публикацию стихотворений Бродского с ленинградским процессом. Цитата. «Осенью 63-го года редакция получила небольшое собрание стихотворений поэта. Мы воздерживались от напечатания до событий прошлой весны». Конец цитаты. «После публикации 5 мая справки Вигдера и русской мысли, информация о суде и стихотворения Бродского в рамках цитаты «Необходимости немедля познакомить с творчеством Бродского мировой общественности». Конец цитаты. Это из журнала «Посев» 64-го года. Появляются во франкфургской газете «Посев» 22 мая, нью-йоркской газете «Новое русское слово» 28 мая и наиболее представительная подборка из пяти стихотворений с редакционным предисловием, делающим акцент на цитаты «Драматизме жизненного пути поэта на родине». Конец цитаты. «Выпускавшимся издастам «Посев» журнале «Грани». Это лет 64-го года. Во всех этих публикациях, за исключением литературного журнала «Грани», большая часть газетной площади была отдана рассказу о суде над Бродским и сопутствующих суду действиях защитников и противников поэта. Стихи Бродского и формально, по характеру верстки материала и по сути являлись лишь приложением, своего рода иллюстрацией к основному политическому сюжету. Эта тенденция в расстановке акцентов при освещении дела Бродского лишь усилилась при попадании информации, информации, опубликованной с трубой русской мысли в западную прессу. 13 мая 64-го года статья о суде над Бродским появилась на первой полосе газеты «Гардиан». Материал известного журналиста польского происхождения Виктора Зожа был озаглавлен Russian Writers Protest и рассматривал возникновение и публикацию в русской мысли справки Викторовой, именовавшейся в статье Зожа адресованным советским лидером письмом протеста писателей. Прежде всего, как свидетельство, цитата, борьбы между прогрессивными и консервативными трендами в России, борьбы за свободу выражения, против полицейского контроля над интеллектуальной жизнью. Конец цитаты. Судьба Бродского, чьи тексты не были даже процитированы, служила лишь доказательством тезиса в общественном сопротивлении возвращению, цитата, методов времен культа личности Сталина. Этот акцент на действительно беспрецедентном возмущении делом Бродского и на кампании в его защиту с участием советского культурного нобилитета в лицах Матова, Чуковского, Шостаковича, Маршака и других стимулировал на Западе медийное ожидание неизбежных, казалось бы, результатов общественного воздействия на власть. Летом 1964 года эти чаяния выразились в появлении слухов и ложных сообщений об освобождении Бродского и ссылки под влиянием «Стата реакции общественного мнения на Западе и на Западе, и в нашей стране». Это из передачи «Радио Свобода». Лето 1964 года. Эти публикации об освобождении Бродского составили отдельный и продолжительный сюжет западной прессы. 10 июля 1964 года тот же Виктор Зожа напечатал на первой полосе «Гардиан» заметку под заглавием «Советский поэт освобожден из трудового лагеря». Ссылаясь на свою майскую публикацию по материалам справки Викторовой Зожа упоминает вызванный ей широкий резонанс в международной прессе. Одним из обративших благодаря статье Зожа внимание на дело Бродского был, по его же словам, посетивший Москву в июне 1964 года швейцарский драматург Фридрик Дюринмат. По сообщению Зожа в СССР Дюринмат смог увидеться с одним из близких друзей Бродского, побывавшим у него в ссылке. По возвращению в Швейцарию Дюринмат получил из Москвы письмо, цитата, от заслуживающего полного доверия источника, сообщением о освобождении Бродского, о чем он и рассказал Зожа в телефонном разговоре накануне публикации. 17 июля сообщение об освобождении Бродского появилось в Дицайт, цитата, вероятно, своим освобождением Бродский обязан протестам выдающихся русских поэтов и художников. Им же заключалась редакционная вводка к подборке Бродского в гранях. В августе слух об освобождении Бродского повторила русскую мысль. В письме в The New York Times от 2 сентября 1964 года американский юрист Артур Ларсон, побывавший в СССР, сообщил, что услышал в Москве, что Бродский освобожден. В середине сентября сообщение о том, что Бродский возвращен в Ленинград и даже готовит публикацию в журнале «Юность», опубликовал другой позитив в СССР американец Джордж Фейфер. В опубликованной 9 сентября обширной статье о деле Бродского политический обозреватель Christian Science Monitor Поль Воль исходит в своем анализе ситуации с фактом мнимого освобождения Бродского. 14 сентября журнал Newsweek связывает стата недавнего освобождения Бродского с воздействием на власть и резонанс его дела на Западе. В сентябре же июльское сообщение Дюремата повторяет британский журнал Encounter. Наконец, после 15 октября, после смещения Хрущева, освобождение Бродского стали увязывать на Западе с новой политической обстановкой в СССР, видя в нем знак очередной либерализации режима. 28 октября Виктор Зорджа пишет Guardian о новых московских слухах о защите Бродского и ссылке, цитата, вскоре после смены лидера. Государство 4 ноября об освобождении Бродского через два дня, цитата, через два дня после освобождения Ольги Явинской, конфидентки и Бориса Паттерна, в конец сообщил московский корреспондент New York Times. И лишь в ноябрьском номере журнала Encounter было опубликовано письмо в редакцию главы Лондонского бюро радио Свобода Василия Семеновича Франка, опровергавшая, наконец, все эти ложные сообщения. Надо ли говорить, что все то время, в течение которого слухи об освобождении Бродского в результате общественной кампании в его защиту муссировали в западной прессе, дело его стабильно находилось, если можно так выразиться, в состоянии заморозки, безо всякой надежды на пересмотр. И лишь за месяц появление опровержений Франка длинуло с мертвой точки по совершенно иным, никак не зависившим от общественных настроений причинам. После разговора Николая Миронова с Натальей Грудининой. Резкая политизированность подачи материалов от студентов Бродским из места их публикаций, прежде всего русской мысли, посев, маркированные для идеологов в СССР как радикально антисоветские и неожиданный резонансный выход всего сюжета в мейнстримную интернациональную прессу вызвали серьезную беспокойность Москве. Непоследнюю роль в этой обеспокойности сыграли, по-видимому, специфические особенности передачи текста Вигдоровой на Запад. Дело в том, что получивший от Гинсбурга и переправивший дипломатической почтой стру и справку, Пол Секлоча, официально занимавшийся в посольстве США вопросами культурного сотрудничества, был сотрудником американских спецслужб и в дальнейшем, после возвращения из Москвы в 64-м году, в течение многих лет работал аналитиком и переводчиком в ЦРУ. Вероятно, советским спецслужбам был известен неформальный статус Секлоча и его московские контакты. Сам Секлоча считал, что Гинсбург вел себя неосторожно и что их разговоры могли прослушиваться. Во всяком случае, через день после выхода статьи в Гардиан 14 мая 64-го года, Гинсбург был арестован, против него было заведено уголовное дело по факту распространения литературы антисоветского содержания. У него дома был произведен обыск, а на допросах его расспрашивали исключительно о контактах с иностранцами, в частности, с Секлочем. Как справедливо указывает автор документальной биографии Гинсбурга Владимир Орлов, стата эта, а также тот факт, что уголовное дело было возбуждено КГБ непосредственно после публикации Бродского в «Русской мысли», заставляет предположить, что истинной целью ареста было и выявление канала утечки стихов Бродского на запад». Конец цитата. Со своей стороны предположим, что чекистов волновали не столько стихи Бродского, сколько материалы Вигдоровой. Об этом свидетельствует датированная 20 мая 64-го года, направленная председателем КГБ семичастных политбюро, информация КГБ при СМССР об обсуждении творческой интеллигенции и судебного процесса над Бродским. Это название. В ней прямо указывалось на Вигдорову, как на автора материалов о суде над Бродским и констатировалось, цитата, вследствие достаточно широкого распространения материалов Вигдорова, они стали достоянием буржуазной прессы. Об этом свидетельствует тот факт, что 13 мая 64-го года в английской газете «Гардиан» опубликована клеветническая статья некоего Зорза, в которой излагаются, а в некоторых случаях, да, столовно цитируются выдержки собранных Вигдоровой материалов. Комитет госбезопасности принимает меры к розыску лиц, способствовавших передаче тенденционной информации по делу Бродского за границей. Информация Семичастного отдельно упоминает необъективную стенографическую запись хода процесса, цитата, составленную Вигдоровой. Между тем, судя по всему, к 20 мая 64-го года текст записи, несмотря на его по оценке КГБ, широкое распространение среди писательских кругов в СССР, на Западе известен не был. Его появление за границей, которое КГБ не удалось предотвратить, существенно изменило характер расприятия дела Бродского в мире. 20 апреля 64-го года, в день отправки полумси клочья Бандероли со справкой Глебу Струу, Вигдорову пишет Чуковскую. Дорогой друг, экземпляр ходит, и это ужасно. То есть ужасно для самого главного, для дела. Безумные люди. Конец цитаты. Решит именно о записи суда, которая, по впечатлению той же Чуковской, зафиксированную через 20 дней, цитата, бродит по городу уже совсем бесконтрольно. Как видим, к концу апреля для Вигдоровой не очевидна польза от широкого распространения записи в самоздате. Она считает, что общественный резонанс сможет лишь повредить пересмотр дела Бродского в инстанциях власти, а Чуковская и в момент получения письма Вигдоровой 20 апреля позднее придерживается пусть осторожно иной точки зрения. Цитата. Чем больше людей узнают правду, тем лучше. 11 мая и ранее 22 апреля эта позиция получает поддержку Ахматовой. Анна Андреевна полагает, что для дела распространение записи не ужасно и даже может быть полезно. Вероятно, к лету 64-го года под влиянием неудач в хлопотах Забродского и с учетом позиции Чуковской точка зрения Вигдорова изменилась и ей было дано разрешение на передачу записи за границ. Не исключено также, что учитывая широкое распространение записи в самоздате, текст оказался на Западе поначалу без ее разрешения и или участия. 5 июня 64-го года датировано письмо французской славистке Элен Пельтье-Замойской, адресованной главному редактору, выходившего в Париже, польского ежемесячника культура Ежи Гидройцу, в котором она предупреждает Гидройцу, что вскоре, цитата, тот получит, очевидно, из Москвы некий документ, который его, цитата, непременно заинтересует. Ко мне обратились за советами. Я взяла на себя смелость предложить для публикации ваше издательство, уточняет Замойская. Из ответного письма Гидройцу от 8 июня ясно, что речь идет о записи Вигдера. Перевод с польского. Уважаемая госпожа, я получил этот документ некоторое время назад, действительно шокирует. С большим удовольствием напечатаю его в культуре. И не знаете ли вы, поступили ли вы на Запад другие копии этого отчета или это единственное? Это очень важно для меня с точки зрения возможных переводов. Я думаю, что это представляет интерес. Как видим, Гидройцу, опытному редактору, прекрасно разбиравшемуся в текущей политической конъюнктуре, сразу был очевиден потенциальный резонанс присланного ему текста Вигдеровой. К тому моменту, когда польский перевод записи суда над Бродским появился в культуре, открывая ее июльско-августовский номер 64-го года, она действительно уже стала мировой сенсацией. Это случилось в начале июля 64-го года, после выхода почти полного текста Вигдеровой в переводе на немецкий в двух номерах гамбургской еженедельной газеты «Дитсайт» от 26 июня и 3 июля. В каждом из них материал судья над Бродским занимал целую полосу. Это была первая публикация записи. Способ, которым материал был получен в редакции «Дитсайт», остается неизвестным. В редакционном предисловии публикации говорилось, цитата, об обходном пути, которым текст достиг газеты, и о том, что нет оснований сомневаться в его подлинности. Фамилия Вигдеровой нигде не упоминалась. Уже 3 июля, одновременно с выходом второй части записи Вигдерова в «Дитсайт», о деле Бродского со ссылкой на немецкую публикацию записи сообщил американский журнал «Тайм». Отрывки из нее в переводе с немецкого прозвучали в передаче «Радио Свобода» 10 июля. 11 и 13 августа «Русская мысль» опубликовала опять в переводе с немецкого и со ссылкой на «Дитсайт» текст записи в обширном двухчастном материале «Суднад поэтом Бродским в Ленинграде». В августе в «Парижской культуре» запись вышла по-польски, переведенная с полученного гидройцем русского оригинала. Наконец, 31 августа в американском журнале «Данью Лидер» появился английский перевод записи Вигдеровой, сделанный из того же немецкого перевода «Дитсайт», ставший цитата «предметом обширных газетных материалов по всей стране США и инсценированной на телевидении в США и Канаде». Действительно, было масса перепечаток этого материала «Данью Лидер» в американской прессе. В сентябре, со ссылкой на публикацию европейского журналиста, в кавычках, без указания издания, очевидно имеется в виду «Дитсайт», запись процесса печатает британский литературный журнал «Онкаунтер». 1 октября вышел французский перевод, уже с русского текста. Первая публикация оригинального русского текста с прозрачным впервые указанием на авторство в конце записала ФВ. Появится лишь в начале 65-го года, в четвертом выпуске Нью-Йоркского пальмонаха «Воздушный путь». Все эти публикации отличало заметное смещение акцента с общей характеристикой политических процессов в СССР на личность осужденного поэта. Так, например, данные с журналом «Тайм» описание социокультурного статуса Бродского в советском литературном поле, которое сопровождало сообщение о появлении на Западе записи суда, над ним отличалось уже известной точностью. «Тайм» пишет, «Удар властей пришелся не по политически ангажированному человеку, широко издаваемому писателю, а скорее по одному из многочисленных российских литературных единоличников, мнимых дилетантов, чьи произведения распространяются из рук в руки, что исключает их использование машиной государственного геттропа, как это порой случалось с Евтушенко и другими». Как и Борис Пастернак, поэт Иосиф Бродский был таким единоличником. Тихий лежаволоший и разворолосый еврейский юноша, живший в Ленинграде. Он решил не вступать в Союз писателей, отказался от работы в редакциях, зарабатывая на шесть кочегаром, слесарем или иногда разнорабочим в геологических экспедициях. Тем временем он писал стихи для собственного удовольствия и для друзей, среди которых были известнейшие российские литературные светила. С упоминания цитата 24-летнего русского поэта Иосифа Бродского, чьи работы, цитата, малоизвестны, но чрезвычайно высоко оцениваются самыми авторитетными специалистами в русской литературе, начинался обзор новейших англоязычных изданий, посвященных советской литературе периода Оттепеля, опубликованной 22 октября 64-го года в New York Review Books. Вне всякого сомнения, эта фокусировка на личности Бродского была следствием эффекта, произведенного записью Викдорова. В отношении этого текста традиционно бытует определение стенограмм, или, как в первых и наязычных публикациях, протокол. Между тем, употребление его в связи с записью Викдорова некорректно. Викдорова не знала стенографии, ее запись, происходившего на процессе, является литературным произведением, построенным, однако, на строго документальной основе. В отсутствие официальной стенограммы процесса, документальность текста Викдорова подтверждает именно протокольная запись второго заседания суда, которую ввел параллельно с ней химик Юрий Варшавский. Одновременно сравнение этих двух текстов позволяет понять риторические стратегии Викдоровой и поставленные ее перед собой как автором задачу. На основе сделанных на процессе записей Викдорова, имевшая драматургический опыт, создает текст, ближайшим жанровым определением которого является драма. Эта художественная природа записи Викдоровой была ясна уже самым первым ее квалифицированным читателям, Лидии Корнеон-Чуковской, в частности, и другим. Именно с этой, ничего не теряющей в переводе на другие языки, драматургической силой текста Викдорова связан тот мировой резонанс, который вызвала, казалось бы, далеко от реалий западного мира запись советского суда. Тара Чуковская, обращаясь к Викдоровой и вспоминая девиз герстеновского колокола, продолжала в своих воспоминаниях о ней. Фридочка, цитата, «Будет ли Иосиф свободен или нет, вы своей записью, именно вы и именно этой записью и этим замечательным художественным документом сделали неизмеримо много. Не только для него, но для его освобождения. Вы первые из наших писателей докричались до мира, и ваш голос услышали все, кто живет еще. Зовут живых. Вы сами рассказываете, как незнакомые люди на улице пожимают вам руку. Запись, сделанная вами, благодаря художественной силе своей, заставляет каждого пережить этот суд как оскорбление, лично ему нанесенное сделаться вашим союзникам». Эта же мысль, по сути, сформулированная Ефимом Григорьевичем Эткиндом, цитата, «Если бы запись не была такой блестящей, мимо этого дела было бы легче пройти». Основной задачей Викторова при создании ее текста было именно формирование ситуации, когда мимо документированных ее несправедливости и беззакония будет невозможно пройти. В специальной работе Ольги Розенблюм на основе «Текстуального анализа протокола Варшавского и записи из блокнота Викторовой и ее итогового текста детально показано, как Викторова с богатейшим опытом журналиста, приучившим ее сходу отбирать то, что создаст очерк», цитата из Ольги Розенблюм, «добивается поставленной ею цели – вызвать читательское сочувствие Бродскому в возмущении пристрастности суда. Анализируя принципы отбора Викторовой судебного заседания в процессе создания итоговой записи, Розенблюм демонстрирует, как та сознательно, цитата, «превращает его Бродского из активного участника процесса, каким он делающим одно ходатайство за другим, предстает у Варшавского жертву», параллельно встраивая весь сюжет суда над поэтом в традиционный для русской классической литературы «Топос поэт и толпа». Сохранившиеся свидетельства читательской рецепции записи Викторовой подтвердают эффективность такой авторской установки. Александр Юрьевич Даниэль свидетельствует. По моим собственным воспоминаниям о первом впечатлении от записи Фриды Викторовой, а я познакомился с ней осенью 1964 года, мы тогда жили в Новосибирске, и отец привез эту запись из Москвы, сильнейшая эмоциональная встряска для мальчишки 13-14 лет. Я думаю, что у Фриды Викторовой была еще одна важная установка. Установка на образ жертв. То есть Иосиф Бродский для нее жертва, отчасти жертва неправосудной системы, может быть, уже отчасти жертва режима, отчасти жертва злой и тупой суди Савельева». Конец цитаты. Нужно еще две минуты. Хорошо. И спасибо. Из перечисленных Даниэлем интерпретационных вариантов на Западе после публикации текста Викторовой предсказуемым образом возобладал сам универсальный поэт как жертва тоталитарного государства. Ближайший политический контекст, свертывание оттепелей и постепенная ресталинизация сближал к западному общественному мнению Кейс Бродского с получившими столь же широкую огласку в 63-65 годах политическими литературными делами в СССР. К концу 65-го года имя поэта заняло прочное место в ряду цитата протестующих писателей России. Синявский, Даниэль, Тарсис, Бродский. Конец цитаты. Это цитата из однименной статьи протестующей писателей России во французском еженедельнике «Реформ» от 6 ноября 65-го года. Также, например, в письме Владимира Федоровича Маркова для Петровича Струва от 14 ноября 65-го года. А мы все повторяем. Бродский, Тарсис, Терц. Сопротивление этой, складывавшейся на Западе благодаря записи Викторовой, но помимо воли самого Бродского, политико-эстетической репутации будет определять его литературную позицию в течение последующих нескольких лет. Но это, как говорится, уже другой сюжет. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Мы выбиваемся из графика, но так как доклад был интересный, очень такой содержательный, мы очень попросим у следующего докладчика несколько минут, есть ли у кого будут вопросы. Дорогие коллеги. Георгий Ахилович. Да, Георгий Ахилович, слушаем. У меня одна фраза. Насколько я помню, ударение в фамилии было Лоскутова. Ну, вероятно. Да, Сергей Дмитриевич. Сергей Дмитриевич, включите микрофон. Да, Леп Алексеевич, извините. Я, может, это тоже немножко касательный. Вы упомянули вскользь, но мне кажется, что вообще всю эту историю, конечно, видимо, работа Вигдорова имела огромное значение. Но вот мне кажется, что важен и исторический контекст. И не знаю, насколько я не занимался, никогда не читал ничего такого исследовательского по этому поводу. Но это я уже тогда, слава богу, был достаточно взрослым и помню. Ведь Хрущева сместили в ноябре. И вот 65-й год, это был такой во многом переломный год еще. И как говорил Георгий Ахилович Померанц, что начальство само не знало, куда поворачивать. И оно временно как бы разрешило некоторую свободу вариантов. И мне кажется, что освобождение Бродского было не только следствием блестящей работы Вигдоровой, но и следствием вот всей этой ситуации в целом. Вот как вы думаете? Спасибо за вопрос. Вы знаете, у меня есть ответ на ваш вопрос в виде довольно большого текста, опубликованного в девятой, кажется, звезде за прошлый год. Там я показываю, что ни стенограммы Вигдоровой, ни общественная кампания на Западе не имели к освобождению Бродского никакого отношения. Особождение Бродского возникло из-за институциональных противоречий между комитетом госбезопасности города Ленинграда и московскими партийными структурами и конкретно руководителем одной из них, Мироновым. И обязаны мы этому освобождению фактически Наталье Иосифовне Грудининой, которая в силу случайных обстоятельств и ее некоторого упорства удалось донести до этого Миронова некую информацию, которая послужила для него критериальной и явилась толчком к созданию им комиссии по проверке и в конечном счете пересмотру этого дела Бродского не без труда Москвой, осуществленного в борьбе с ленинградскими гибистскими и партийными структурами. В основном гибистскими, конечно. Никакое общественное движение к освобождению Бродского не имели никакого отношения. И ситуация во многом типологически. Бюрократически, так сказать, репродуцированная. И вообще понимание ее важно, на самом деле, для анализа и происходящих процессов и сегодня, поскольку в этом смысле бюрократической логики, на мой взгляд, ничего не имеет. Спасибо. Просто я хочу еще вспомнить такой факт интересный, что ведь его не только освободили, ему как бы сразу дали некоторую свободу. Я помню, это был то ли сентябрь, то ли октябрь 65-го года, но еще раннее осень. Я помню, у меня такое вспоминание, солнечный, яркий, теплый день. И я иду в институт востоковедения, на армянском переулке тогда он помещался, и там встреча с Бродским. Очень интересно. И Бродский. Только что вышедшим, привернувшимся, видимо, из ссылки. А как это было оформлено? Вы не помните, прям вот как вечер Бродский? А никак, вот лично встреча, я не помню, но мне вот сказали, вот, знаешь, я ходил тогда, я даже как-то считался что-то стажером в этом институте востоковедения. Я узнал бы каким-то личным каналом, что вот будет с Бродским. И это был его, что называется, персональный вечер, да? Ну, это даже не вечер, это был день. Я помню, яркий, солнечный день. Интересно. И в актовом зале Института востоковедения было довольно много народу, потому что это была действительно известная история. И это был его как бы вот, ну, не знаю, он, я помню, он стоял, что-то рассказывал, я не помню деталь, читал стихи свои. А кто вел этот вечер? А? А кто вел этот вечер? Вот не помню, ну, кто-то из чиновников Института востоковедения там, это никак не было отмечено. Ну, наверное, не директор, но кто-то. Вот, но я не запомнил. Я точно запомнил, что это был, это была ранняя осень 65-го года. Не поручусь, что это был сентябрь. В сентябре, вот это был с Москвой, да. Да, но это была еще теплая осень. И, по-моему, даже ходили еще, гардероб не сдавали, верхняя одежда. Очень интересно. Дорогие коллеги, время. Если у кого будут еще какие-то замечания или вопросы к Глебу Алексеевичу, можете написать ему лично или на адрес нашего института evgisobaka.rggu.ru мы перешлем.